Уникальность фестиваля, право выступить на котором оспаривали самодеятельные коллективы самых разных регионов страны, придает возраст его участников. К названию конкурса «Поединки хоров» можно смело добавить поправку – 50+. Это обязательно условие для участия. Пожилой возраст – это не повод сидеть на лавочке у своего подъезда. Бабушки и дедушки, как оказалось, прекрасно поют хором. Да так, что молодежь позавидует. Песня «Поединки хоров» «Поединки хоров» в этом году проводится в два этапа. Во время отборочных туров участники конкурса уже успели продемонстрировать свое вокальное мастерство, артистизм и умение ярко и образно преподнести зрителю свое творчество. На финишную прямую вышли 30 коллективов из самых разных уголков России. И всех их объединяет одно сильное чувство – любовь к песне. Поприветствовать финалистов конкурса на сцену Дворца Гагарина вышли официальные лица. Мы очень рады понимать вас, у нас в гостях. Надеюсь, что московная семья уже открылась и еще откроется вам своими богатствами, гостеприимством. А вы, в свою очередь, я в этом не сомневаюсь, покажете свои самые лучшие творческие находки, покажете, насколько замечательно вы умеете и петь, и держаться на сцене, и завораживать зрителя своими невероятными песнями, которые тоже, даже уже по костюмам и по географии сегодняшних участников. Я не сомневаюсь, что репертуар будет очень разнообразным и очень интересным. Хочу напомнить, что сегодня это финальный этап о наборочных наших конкурсах, фестивалях, смотрах. По итогам анализа заявок выяснилось, что в них принимали участие 454 коллектива, В течение трех дней, пока будет проходить финал конкурса, на суд жюри, зрители и коллективы представят песни о родном крае, а также популярные произведения советских и российских композиторов. В музыкальных дуэлях прозвучат песни, посвященные комсомолу, советскому спорту, освоению целины и молодежи 60-х годов. Тема актуальна. 29 октября в России будет отмечаться 100-летие со дня создания ВЛКСМ. Хотя поединки хоров – это конкурс любительского мастерства, выступающие вокально-хоровые коллективы трудно назвать любительскими. С любовью к песне они прожили долгую жизнь и до сих пор находят в ней отдушину. Завершит трехдневный песенный марафон, награждение победителей и праздничный галоконцерт, который пройдет во Дворце Гагарина в субботу в 16 часов. Ирина Самойлова, Кирилл Григорий. В День города. Ирина Самойлова, Кирилл Григорий.